Уходя, уходи и прочие шутки на тему зарубежных газировок достигают пика, когда вспоминают про березовый сок. Ответ на все случаи жизни, но кто-то вполне серьезен. Вместо колы пьют сок дерева, подслащенную жидкость. Шутки шутками, но сейчас я нахожусь среди потенциального натурального продукта. По словам экспертов, самым сбалансированным березовый сок получается у берез на средней высоте. В низине их сок менее сладкий, а на высоте чересчур сладкий. Достаем оттуда чопик, когда начинается период сбора, аккуратно в то же отверстие. Антон Иванов с детства обожает березовый сок. Когда его перестали продавать в магазинах, стал добывать сам. В один из таких дней нашел здесь щенка, и уже 6 лет у него живет чуля от слова «чудо». Березам благодарен за друга и за свое здоровье. Любитель спорта ощущает пользу. На самом деле бодрит даже. А как же всякие энергетики, которые тоже дают энергию? Я не приверженец энергетиков. Я считаю, что то, что нам природа дает, то надо брать. А то, что синтетическое, ненатуральное, ну это как искусственная красота. Таких 150 литров я заготовил. У меня всю зиму родители пьют. Уровень паажности выравнивается. Чистятся почки, камни. Для желудка это полезно. Одни употребляют по науке, другие просто любят вкус. А часть молодых россиян его и не знают. И если уж всерьез шутить про импортозамещение, давайте сравним. Это кола. Это березовый сок. Его я ни разу не пила. Знакомый вкус, но можно было бы и поменьше сахара. Ну, как будто вода с добавками. Цинь, кобаль, олибден, маргаринец, натрий. Там все это дело расстроено. Пол процента, один процент всего лишь сахара. Применяют, значит, для производства отдельных видов сахаров, ну, при определенных болезнях диабетах. Помогает при шлаках, очищает кровь, повышает иммунитет. Официальная медицина давно использует березу. Из нее производят активированный уголь, мазь фишневского. А сок – лайт-версия для профилактики. Сутки с одного дерева можешь заготовить до пяти литров березового сока. Ого, это как корову подаете. Ну, корову пять литровую никто содержать не будет. Любителей, новичков и всех патриотов отечественного производителя к березам приглашают через месяц. Сейчас все-таки рано. Перед этим изучите, как не навредить дереву и не собирайте больше 15 литров с одной березы. Сок переносит заморозку, передозировок не зафиксировано. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова